Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канал Амаркетс с торговыми идеями, в котором на ежедневной основе мы размещаем аналитический контент по разным сегментам и категориям финансовых рынков. Ну что ж, сегодня мы разбираем итоги вчерашнего крайне волатильного дня выхода данных по индексу потребительских цен в США. Судя по волатильности, которую мы наблюдали, в принципе, мы оказались правы, что это событие не только недели, а последних месяцев, потому что движение по ряду рисковых инструментов составило порядка двух фигур. Это почти 200 пунктов. Кроме того, вчерашняя торговая сессия стала еще одним подтверждением и доказательством того, как важно на финансовых рынках контролировать риски и следить за загрузкой депозитов. Даже тогда, когда трейдер абсолютно уверен в том, что рынок должен повести себя конкретным образом. Но очень часто бывает так, что рынок показывает совершенно обратную динамику. Это касается, друзья, прежде всего того, что произошло с долларом. Сейчас индекс американской валюты котируется на отметке 105.24. То, что мы набирали последовательно, постепенно после прошедшего две недели назад, даже чуть больше заседания американского регулятора, по сути, было нейтрализовано за один день. Индекс доллара откатил, и многих сейчас волнует вопрос, что же с этим активом будет дальше. Напомню, друзья, то, что мы следили за данными по инфляции. Не только мы, вся общественность, все трейдеры, кто оценивает, анализирует фундаментальный фонд. Инвестиционные банки, хеджеры. И все ждали конкретных цифр, потому что именно они могли бы прояснить перспективу американской денежно-кредитной политики. Относительно основного индекса потребительских цен у нас каких-либо иллюзий не было. Мы с вами прекрасно изначально понимали, что поскольку не случилось ралли нефтяных котировок в июле, то вклада роста цен в основной индекс потребительских цен не должно быть. Поэтому и значение инфляции, в принципе, мы согласились с прогнозами, что основной индекс потребительских цен может снизиться. Но фактически снижение оказалось даже более значительным. Спад был с 9,1 до 8,5%. Прогноз был все-таки снижение с 9,1 до 8,7%. А вот что касается базовой инфляции, то здесь все указывало на то, что базовый индекс потребительских цен мог бы вырасти, учитывая то, что американская экономика уже действительно и реально шагнула в так называемую инфляционную спираль, когда инфляция становится самоподдерживающимся таким системным процессом. Прогноз был, что базовая инфляция вырастет с 5,9% до 6,1%. Но фактическая цифра осталась на прежней отметке 5,9%. Реакция трейдеров в моменте снижения курса доллара, поскольку после выхода данных по инфляции, конечно же, стали переоценивать шансы на агрессивное повышение ставки американским регуляторам в сентябре. И если мы опять же сейчас вернемся к показателю FedWatch, инструменту, который позволяет оценить то, как будет меняться процентная ставка на последующих заседаниях в этом году, то вероятность повышения ставки на 75 байсных пунктов снизилась с 68%, которые были до выхода отчета, до 40%. Ну то есть фактически мы вернулись к тем значениям по вероятности, на которых находились до выхода данных по Nonfarm Perils. А вот опять же хочу отметить, что те из вас, друзья, кто сделал однозначный вывод о том, что теперь американский регулятор не будет повышать процентные ставки. С чего вы взяли? Американский регулятор по-прежнему намерен бороться с инфляцией. Целевое значение индекса потребительских цен в США находится в районе 2%, а сейчас фактическая цифра 8,5%. И то, что инфляция не выросла в июле, это не победа американской экономики, которая заключается в том, что Федрезерву удалось взять ее под контроль. Нет, это только лишь стечение обстоятельств, которое преимущественно было связано с тем, что цены на нефть не росли. И опять же, возвращаясь к следующему уровню повышения процентной ставки. Если 75 байсных пунктов сейчас крутовато, что тогда сейчас думает рынок относительно повышения ставки на 50 байсных пунктов. Снова обращаем внимание на инструмент Федвотч. Так вот, в сентябре вероятность повышения ставки на 50 байсных пунктов выросла после вчерашнего отчета по инфляции с 30% до 62%. Это значит, что Федрезерв будет повышать ставки, возможно, не так агрессивно, как хотелось бы прям сверхоптимистом доллара, но все-таки траектория роста ставок, вот движение вверх, она останется в силе. И это потенциально продолжит оказывать долгосрочную поддержку индексу американской валюты. После выхода вчерашних данных было несколько выступлений представителей американского регулятора Ника Кашкарий и Джеймса Болларда, которые отметили, что победа именно над инфляцией может быть зафиксирована только в том случае, если мы увидим несколько последовательных релизов по снижению индекса потребительских цен. И один отчет – это еще не то, что должно менять общее представление о том, удалось ли победить вот этот скачок индекса потребительских цен или нет. В общем, по одному отчету судить еще очень рано. И вероятность повышения процентной ставки, она может так же быстро начать корректироваться, как и, в принципе, расти, как снизилась в ходе вчерашней торговой сессии. Goldman Sachs City, за которыми мы следили по индексу доллара, тоже они ориентировались на более высокое значение базовой инфляции и рекомендовали покупать, не пересмотрели своих точек зрения и по-прежнему держат в лонгах индекс американской валюты. Друзья, единственная причина, по которой, наверное, многим из вас стоило бы отказаться от покупок доллара, это если вы обладаете какой-то уникальной информацией, которую не знает больше никто. Например, о том, что в предстоящей осенний-зимний сезон у рынка нефти нет шансов, чтобы выйти на локальные максимумы. И не будет развития энергетического кризиса, не будет проблем с предложением, и рынок будет полностью обеспечен и останется в состоянии баланса. Но я думаю, что такие выводы наперед мало кто может сделать, кто адекватно оценивает фундаментальный фон. Поэтому победы над инфляцией еще не произошло, индекс доллара откатил. Но, может быть, чем локальнее и значительнее будет откат, тем более интересным и стремительным будет последующее восстановление. Эта сделка, этот инструмент без свопов, поэтому я рекомендую держать индексы и дальше. По другим финансовым активам. Европейская валюта 1.0286, соответственно, на общей слабости доллара риск локально воспрял дух. Евро улетел чуть выше отметки 1.03, сегодня уже корректируется. В отношении евро я сохраняю свою ставку вниз, потому что не могу позволить себе купить евро в условиях того аналитического кризиса, который развивается в странах ЕС, в условиях вступившего в силу ограничения добровольно-принудительного потребления газа. Опять же, это решение вступило в силу уже финально на этой неделе. Речь идет о сокращении потребления газа на 15% странами ЕС. как сценарий на случай полного прекращения поставок газа на территорию стран Европейского Союза. Другими словами, это решение фактически означает, что европейцам нужно готовиться к еще большему скачку цен на газ, а цены на газ уже растут, друзья, и продолжат расти. А повышение цен на газ приведет к росту инфляции и к снижению потребительской активности, и той самой рецессии, которую многие уже, соответственно, ждут. Вчера говорил вам о тех потерях, которые уже подсчитаны для немецкой экономики. В целом, можно развить эту тему и накинуть несколько десятков миллиардов долларов, чтобы оценить потери для Евросоюза в целом от санкционной политики, от ситуации на рынке улеводородов, от сокращения поставок топлива на европейский рынок со стороны России. Евро остается в числе аутсайдеров. Фунт против доллара 1.2191. Локальный, собственно, откат, который начался после максимума вчерашнего дня, уже порядка 100 пунктов составил. Я сторонник того, что фунт будет дальше снижаться, но по фунту, друзья, я буду действовать следующим образом. Стоп-лосс можно закинуть на максимум вчерашнего дня и, соответственно, пока ждать. Есть еще один триггер до конца этой недели, это завтрашние данные по ВВП промышленному производству Англии, которые по прогнозам, скорее всего, разочаруют. И слабая статистика еще раз напомнит участникам рынка про последние прогнозы Банка Англии относительно рецессии, затяжного экономического спада, роста инфляции, снижения доходов домохозяйств. И это все-таки должно повлиять на британскую валюту таким образом, чтобы фунт ослаб. И доллар-канадец, друзья, вот эту сделку я решил пока закрыть, потому что, опять же, неясно, все-таки сможет ли быстро восстановиться курс доллара в ближайшие дни, чтобы не распыляться на большое количество финансовых инструментов. Вот решил сфокусироваться на еврофунте и индексе доллара. По рынку нефти все пока неоднозначно. С одной стороны, есть факторы за то, чтобы нефть снижалась. Это Иран, падение, снижение прогнозов по спросу на нефть, от администрации научной информации, рост запасов нефти США. Но и есть компенсирующие факторы. Это сокращение поставок на глобальный рынок нефти со стороны России. Это полное прекращение поставок угля в страны ЕС. Это решение окончательно вступило в силу вчера, хотя датируется, по-моему, мартом, точнее апрелем. И входит в состав четвертого пакета финансово-экономических санкций. И проблемы с поставками нефти через украинскую часть магистрали в южном направлении дружба. То есть фактически сейчас без нефти остались Чехия, Венгрия и Словакия. В конечном счете кризис может стать причиной дальнейшего роста цен на нефть. Но новых сделок я пока не открываю, друзья. Жду пока бренд закрепится выше 100 долларов за баррель. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok